В далёкой африканской стране Марокко есть город Маракеш. Главной его достопримечательностью является Медина, древняя часть города. А в самом сердце Медины находится колоритный восточный базар, где продают самые лучшие в мире ковры. И сегодня на базаре необычный день. Скоро будет объявлен лучший продавец ковров. Игра Маракеш от компании Джагомик позволит вам поучаствовать в борьбе за это звание. Лучшим станет тот, у кого будет больше всего денег и больше всего ковров на виду. Это Ассам, хозяин базар. У меня самые лучшие ковры во всём Марокко. Он передвигается по игровому полю и указывает, куда игроки могут положить свои ковры. Ладик, Ладик, не раздумывай даже, что ты? В ходе игры поле заполняется коврами разных игроков. На этих коврах все султаны спят, и мой бабушка тоже. Если игрок передвигает Ассама на поле с чужим ковром, он обязан заплатить хозяину ковра. А ты что, думал, бесплатно будет, да? После этого можно выложить свой ковёр и передать ход следующему игроку. Исполнение игры необычное. Все ковры тряпичные и очень приятные на ощупь. Монеты – дирхамы. Кубик и фигурка Ассама сделаны из дерева. Кубик непростой. На нём изображены арабские тапки. И нет граней, обозначающих цифры 5 и 6. Игровое поле изготовлено из плотного картона и не занимает много места. Правила игры на русском языке находятся внутри общей книжки с правилами и занимают всего лишь одну страницу. Вне зависимости от количества игроков, каждый получает монеты на сумму 30 дирхам. 5 золотых монет и 5 серебряных. При игре вчетвером каждый получает 12 ковров одного цвета. Если игроков трое, раздайте 15 ковров. Синие ковры при этом не участвуют. При игре вдвоём каждый получает 12 ковров двух цветов. Их нужно перемешать, сложить стопкой и выкладывать верхний из них. Поставьте фигурку осама в центр поля. Игрок в свой ход должен совершить три действия. Переместить осама, при необходимости заплатить другому игроку и выложить свой ковёр. Осам передвигается в два этапа. Сначала нужно выбрать направление движения. Можно или оставить осама на месте, или повернуть на 90 градусов лево или вправо. Разворачивать его назад нельзя. Затем необходимо бросить кубик и переместить осама на соответствующее количество полей. В том направлении, куда он повёрнут. Если он пересекает край доски, разверните фигурку в направлении стрелок. Считая ходы, не считайте стрелки. Если осам останавливается на ковре действующего игрока или на пустой клетке, ничего не происходит. Если же он останавливается на клетке с чужим ковром, игрок, перемещающий осама, должен уплатить хозяину ковра сумму, соответствующую количеству соседних клеток с ковром такого же цвета. Клетки являются соседними, если у них есть общая сторона. Во всех случаях имеется в виду ковёр, находящийся сверху. Затем игрок выкладывает свой ковёр, рядом с клеткой, на которой стоит осам. Одна из сторон ковра должна иметь общую сторону с этой клеткой. Ковёр можно класть как угодно, но нельзя закрывать целый ковёр противника за один ход. Когда все ковры выложены, посчитайте свои деньги и перебавьте к ним по единице за каждую видимую половинку вашего ковра. Это ваши победные очки. Набравший самое большое количество очков становится лучшим продавцом ковров во всём королевстве Марокко. Помните, что иногда выгоднее направить осама в сторону стрелок, чтобы развернуть его и избежать попадания на чужие ковры. Старайтесь создавать длинные цепочки из своих ковров и разрушайте цепочки других игроков. Стеля новый ковёр, продумывайте, в какую сторону развернёт осама следующий игрок. До встречи в Маракеше! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова